В этом году на шести центральных улицах проводится капитальный ремонт, в будущем появятся еще две новые трассы. В данный момент на некоторых участках уже завершены работы. Это программа Беринчи Студия, меня зовут Бакат Кулчуманов и сегодня мы обсудим тему дорожной инфраструктуры Бишкека с нашим уважаемым гостем в студии Азаматом Осмоналиевым, главным специалистом отдела проектно-технической подготовки и технического надзора Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в настоящее время мы наблюдаем, что ремонтные работы на некоторых участках идут полным ходом, а где-то уже завершены. Можете рассказать об этом? Здравствуйте. Согласно утвержденному рабочему плану мэрии города Бишкек на 2024 год запланирована реабилитация шести центральных улиц города Бишкек. Это улицы, получается, Байтик-Батыр Абдрахманова от Алла-Токумбаева до проспекта Джибек-Джолу. Улица Ахумбаева от проспекта Чингзайт-Матова до улицы Жукеева-Пудовкина. Улица Джибек-Джолу от Тоголых-Молдо до улицы Курман-Джандатка. И четвертая улица – это улица Юнусалиева от Сухебатора до улицы Горького. Также проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Турехулла-Айтматова. И шестая улица – это улица Максима Горького от проспекта Манаса до улицы 7 апреля. В настоящее время ведутся работы на трех улицах. Это улица Байтик-Батыр, уже Байтик-Батыр Абдрахманова. Сейчас перешли на сторону улицы Абдрахманова. Как вы знаете, Байтик-Батыр делится на два. И улица Ахумбаева. Там, получается, по улице Ахумбаева работы закончены до улицы Малдебаева от проспекта Чему-Зайтматова. И движения на этом отрезке открыты. По улице Байтик-Батыра от улицы проспекта Алту-Хумбаева до улицы Медерва также движения открыты. И до 10-го числа мы планируем открыть движение на отрезке от Медерва до улицы Кулатова. То есть до завтрашнего дня? Да. Планируем открыть движение на этом отрезке. Также сейчас ведутся работы на проспекте Джибик-Джолу. Вот получается улица Тоголох-Малдо до улицы Сюямбаева. Как вы знаете, проспект Джибик-Джолу в середине разделяет газон. Поэтому у нас есть такая уникальная возможность закрывать одну сторону и проводить ремонтные работы на второй стороне. И как мы закончим одну сторону, мы также откроем на закончившей стороне движение и закроем вторую сторону. Скажите, пожалуйста, вот сейчас идет капитальный ремонт дорог. А чем отличается капитальный ремонт дорог от строительства дорог? Капитальный ремонт это меняется дорожное покрытие. Сейчас вот на этих шести названных улицах меняется только дорожное покрытие. То есть два слоя асфальтобетона мы укладываем. Первый слой это 6 сантиметров асфальтобетона. И верхний слой это 5 сантиметров асфальтобетона из щебеночного мастичного асфальтобетона. В своем предыдущем интервью вице-мэр города Бишкек говорил о том, что до конца года будет построено 23 километра дорог. Какой процент выполнен сейчас? Ну 23 километра дорог это включает в себя вот вышеназванные 6 улиц. Сейчас по оценкам 30 процентов дорог мы уже закончили. Осталось 70. Мы планируем закончить, допустим, улицу Байтик-Патыра до конца августа. Хотим движение открыть. По улице Хумбаева должны закончить до 15 августа. И проспект Джибекчолы и остальные три улицы должны закончить до 31 августа до наступления холодов. Вот скажите, пожалуйста, сейчас уже когда начали капитальный ремонт дорог в Бишкеке, уже были названы определенные сроки. А никак это не повлияет на качество выполняемых работ? Нет. Смотрите, когда составляется договор на капитальный ремонт, то там в договоре указывается срок, начало и окончание работы. И согласно этому сроку, и компания ориентируется, и они составляют рабочий график. И сейчас по улице Байтик-Патыра мы идем с опережением этого графика, а по улице Ахумбаева мы идем вровень, так сказать. То есть это было одно из требований при тендере, да? У нас, да, было требование закончить все работы на шести улицах в этом году, чтобы не оставлять на следующий год и в следующем году уже начать другие объекты. А какие дороги в Бишкеке расширяются? Расширяются, смотрите, улица Байтик-Патыра. Мы расширили, получается, от проспекта до Аллы-Токумбаева, получается, магистраль, до улицы Саманчина. Также улицу Ахумбаева мы сейчас расширяем от улицы Байтик-Патыра до улицы Жукеева-Пудовкина, южную часть улицы. И улицу проспект Джебек-Джулу мы по мере возможности тоже будем расширять. Вот здесь говорится о том, что улица Байтик-Патыра расширяется за счет центральных улиц. И какие еще центральные улицы можно было расширить, на мой взгляд, так вы считаете? Во-первых, хочу сказать, что у нас сейчас идет капитальный ремонт, реабилитация, а не реконструкция. Поэтому мы расширять можем не во всех местах, то есть не всю дорогу, а в тех местах, где это только необходимо. И мы смогли расширить улицу Байтик-Патыра от Саманчина до улицы Ала-Тухумбаева только, где это позволяло нам. И по проспекту Джебек-Джулу сейчас тоже рассматриваем вопрос о расширении и добавлении дополнительных полос. По мере возможности мы стараемся расширить. Потому что посмотреть ту же улицу Байтик-Патыра, то отрезок, допустим, горького Байтик-Патыра упирается в дерево, либо в тротуар, либо в рычную систему. То есть некуда расширять. И такая история во многих местах. А вот при строительстве, то есть при проведении ремонта возникают ли у вас вопросы, допустим, с частными структурами, там, где, допустим, они выкупили муниципальную собственность, при строительстве дорог, есть такие вопросы возникают? Именно при реабилитации таких вопросов еще не возникало. Но я позже расскажу, у нас помимо реабилитации есть еще другие виды работ, которые мы параллельно выполняем. Вот по ним, да, появляются такие вопросы, конечно, мы их по ходу и решаем. Сейчас, кроме снятия вот этого верхнего покрытия дорог, да, полотна, какая еще работа проводится? Меняется, вот что именно меняется, тротуары или там бордюры об этом? Расскажите по-другому. Помимо того, что меняются верхние слои асфальтобетона, мы еще заменяем все бордюры, все, абсолютно все, меняем на новые дорожные бордюры. Также, помимо этого, вы, наверное, заметили по улице Байтик-Патыра, Ахумбаева, мы все вот эти вот, которые на столбах висели, все эти провода тоже выбираем под землю. Все они будут проходить только под землей, и в будущем, если кто-то будет подключаться, мы туда проложили специальные трубы, через которые они могут подключиться и также находиться под землей. В этом расскажите поподробнее по поводу вот этого проекта, где вся вот эта, скажем, сеть. Ну, вы, да, мне кажется, многие жители уже заметили по улице Байтик-Патыра и по улице Ахумбаева эти работы уже выполнены. И там, ну, раньше, наверное, видели, висели разные сети, там разные провода, сейчас всего этого нет, они все уложены под землей. Это вот проект называется «Открытое небо», да? Да. А скажите, пожалуйста, какая компания строит дороги, идут ли работы по утвержденному плану, но я имею в виду, не затянется ли строительство дорог, Мишкики? Так, хочу сказать, что при проведении конкурсов и при выборе этих подрядных организаций у нас были самые высокие требования. В связи с этим многие компании не смогли принять участие, потому что там были такие требования, по которым они не проходили. Вот из всех компаний, которые попадали, мы выбрали вот самый, я считаю, самый достойный по улице Байтик-Патыра. Можно не называть, да? Нет, можно назвать, я могу назвать, это не секрет. По улице Байтик-Патыра это компания «Технотоп», по улице Ахумбаева работу ведет улица компания «Дорстройгрупп». Я думаю, лучше не стоит называть название. Это не реклама, я думаю, там везде есть сейчас вывеска о закрытии или о временной схеме, и там везде написано, какая компания выполняет работу. А вот не возникают ли проблемы, допустим, с техникой, а потом сейчас еще очень актуальный вопрос, вопрос нехватки рабочей силы возникает. Вот при строительстве, при ремонте дорог в Бишкеке таких вопросов не возникает? Пока не возникало ни с техникой, ни с рабочей силой. Я же говорю, что по улице Байтик-Патыра работы идут с опережением графика. То есть это уже показатель. Вот сегодня 8 июля дорога Байтик-Патыра перекрыта до проспекта Чуя, а там осталось до проспекта Джебекчула, уже рукой подай. Я думаю, мы раньше времени даже закончим, они должны были до 31 августа закончить, я думаю, мы раньше управимся по Байтик-Патыра. По улице Ахумбаева мы уже второй слой укладываем, ой, по улице Ахумбаева мы укладываем второй слой на отрезке от Малдебаева до улицы Байтик-Патыра. До Советской, да? До Советской, да. Сейчас укладываем второй слой, дальше мы нанесем дорожные разметки, установим соответствующие дорожные знаки, и этот участок будет открыт. То есть и там останется до улицы Жукова и Путлавкина тоже рукой подать, я думаю, тоже с опережением должны закончить. А вот по поводу, расскажите по поводу вот этого нового способа, или это не новый способ строительства дорог, какой метод применять, скажем так? Ну, так, при укладке, хочу сказать, ну, вообще, сейчас при капитальном ремонте мы заменяем дорожное покрытие и укладываем двухслой на асфальтобетон. Первый слой это 6 сантиметров асфальта, и верхний второй слой укладываем 5 сантиметров щебеночно-мастичного асфальтобетона. Но это, скажу, как бы не новая технология, не новый асфальтобетон, но его в Кыргызстане не так много. Почему? Потому что это, как бы, дороже, чем обычно асфальт стоит, и, соответственно, как бы прочнее и дольше держится. Вот, к примеру, скажем, улица проспект Мира, ну, чем сказать Матова, проспект Манаса, там вот уложен такой асфальтобетон, и он в 18-м году, мне кажется, уложен, и с тех пор он, как бы, стоит, и ни одной ямы, ни одной... Напомните, это какой участок дороги? Проспект Манаса. А, это вот... Да, проспект Манаса, помимо этого мы еще укладывали там на других улицах, это улица Абая, там улица Салиева, это, получается, от Мухтара Уэзова до Лермонтова, и таких участков очень много, где вот дорожное покрытие до сих пор держится в хорошем состоянии. И мы надеемся, что на вот этих шести улицах, которые мы проводим, тоже такой же эффект будет. Ну, вы все-таки надеетесь или вы уверены, что эффект будет такой же? Эффект будет, почему? Потому что есть гарантийный период, по которому эти организации должны, если в случае появления дефекта или какого-то недостатка, они должны устранить за свой счет, что им невыгодно, да, соответственно, они должны особое внимание уделять качеству. Сейчас как раз-таки этот вопрос очень часто волнует наших горожан, кыргызстанцев. По поводу гарантии. Насколько ли это гарантию дают вот эти стройкомпании? При реабилитации, при реабилитации дорог гарантия составляет 3 года, при строительстве, при реконструкции 5 лет. То есть в данном случае 3 года. Три года, да? Понятно. Три года это нормальное время? Ну, такие требования. Ну, я думаю, да, этот шма, как я выше говорил, должен прослужить 2-3 своих срока. Вот вы как специалист скажите, вот говорят, применяется шма, да? Что это такое шма? Это как асфальт с чем перемешанный? Вот об этом по-подруду. Ну, щебеночно-мастичный асфальтовитон, ну, как само название говорит, там щебень не побольше. Это считается прочнее, чем. И жара устойчивая, и устойчива ко всем погодным условиям, так сказать. Ясно. В наших условиях. Да, в наших условиях. А скажите, пожалуйста, вот стоит ли ограничивать движение большегрузных автомобилей, машин на этих центральных улицах для того, чтобы, ну, как бы, дорогой дольше служила? С 1 июня текущего года есть распоряжение мэрии города Бишкек о том, что при наружной температуре 28 градусов и выше с 10 утра до 7 вечера для большегрузных машин с общей массой 18 тонн и выше по муниципальным дорогам города Бишкек проезд запрещен. Это распоряжение сейчас работает в силе, и ведутся рейды, мероприятия со стороны УПСЭМ вместе с муниципальной инспекцией, чтобы они не заезжали в город и не ездили по муниципальным дорогам, потому что это наносит вред дорожным покрытию. И не только по шести центральным, и по остальным дорогам тоже ездить запрещено. Сотрудники правоохранительных органов вам помогают, да? Да, сотрудники УПСЭМ вместе с муниципальной инспекцией нам помогают в этом и штрафуют, и организовываются мероприятия. Скажите, пожалуйста, как население отнеслось к капитальному ремонту, так как многие улицы периодически закрываются на некоторое время, и возникают пробки. Как вы с этим вопросом решаете? Как вы решаете этот вопрос? Самое сложное для нас это было начать. Мы вот когда начинали, было очень много вопросов, много возмущений. Но после того, как мы сдали первый отрезок, это вот мы сдали отрезок улицы Байтик-Патыра до улицы Суерхулова и улицу Ахмбаева до улицы Токтуналиева, пошли хорошие отзывы, а до этого были в основном плохие, потом пошли хорошие отзывы, все стали хвалить, и я думаю, все отнеслись, ну не все, а большинство отнеслись с пониманием. Я думаю, если народ немного потерпит, потом будет хороший эффект, и все дороги у нас станут качественными. А эти работы круглосуточно ведутся? Нет, но работы ведутся до наступления, до вечера. Вот помните, когда начинали ремонт дорог, некоторое время дорожные службы работали круглосуточно? Был такой случай, это единичный случай, когда ночью пришлось в срочном порядке, по-моему, муниципальному предприятию «Зеленстрой» убрать мешающие деревья, потому что с утра укладывали уже асфальт, и это необходимо было убрать, это единичный случай. Вот мы ночью, если ночью работать, то это, во-первых, дороже выйдет. Почему? Ночью труд оплачивается как бы дороже, и если ночью работать, то дорожные строительные компании нам выставляют другой счет. Помимо этого есть безопасность дорожных работников, и есть покой жителей, которые живут поблизости. Это самое главное. Да, допустим, если я живу там, не знаю, в Тунгуче, и работа проводится на улице Байтик-Патыра, я могу сказать, да, пусть ночью работают, а так быстрее закончат, никому не мешают. Но когда начнется дороже строительная работа в Тунгуче, я первым побегу жаловаться, что они мне мешают, у меня сын болеет, у меня мама болеет и так далее. Поэтому говорить, оказывается, все могут, а когда вот ситуация касается именно их, они в первую очередь выступают против. А много жалоб поступало? А мы ночью не проводили работу. Вот вы знаете, на Хумбаево начинали, когда вот, после того, как представитель Кабмина посетил этот метод, потом некоторое время работали. Нет, это было на улице Байтик-Патыра, да, жалобы поступали, конечно, но мы после этого сразу прекратили такие действия, и вот мы работу ведем до наступления темноты или до вечера. Что вы можете еще рассказать по поводу, потому что это уникальный случай, когда одновременно идут работы на разных участках, и уже поставлены такие сжатые сроки, да, до августа закончить работу. Я хочу добавить, я ранее не сказал, оказывается, что сейчас с 15 июля начнутся работы по реабилитации улицы Юнус-Алиева с 15 июля от Сухибатора и в северном направлении. Также с 15 июля начнется реабилитация проспекта Чуй, от проспекта Манаса до улицы Памфилова, и с 15 также планируем начать реабилитацию улицы Горького. Вот три улицы начнутся с 15 июля, и заранее у горожан просим заранее планировать свой маршрут, и заранее извиняемся за доставленные неудобства. Но если мы закончим вот эти две улицы, которые я сказал, в течение августа, то улица Джибек-Джолу, Юнус-Алиева, проспект Чуй, и проспект Джибек-Джолу мы должны закончить до 31 октября, до наступления холодов. Потому что у нас по ГОСТу укладка асфальтобетона разрешается при температуре плюс 5 и выше. До этих показателей мы должны завершить работы в городе Бишкек. Помимо этого, можно я добавлю, у нас ведется пробивка двух улиц. Пробивка двух улиц, это улица Бакаева. Мы хотим улицу Бакаева пробить от Льва Толстого до улицы Бакамбаева. Сейчас там ведутся работы по строительству путепровода со стороны государственного предприятия Крыгост и Миржолу. И сейчас параллельно ведутся работы по реконструкции улицы Харадаринская от улицы Медерова до улицы Льва Толстого с пробивкой. Раньше эта дорога заканчивалась за, получается, Горького, уже заканчивалась, упиралась в завод. Сейчас мы эту дорогу будем пробивать до улицы Льва Толстого. И сейчас работы активно ведутся. Там, думаю, тоже до конца этого года закончим и сдадим. Эта дорога поможет, как сказать, поможет уменьшить пробки на улице 7 апреля и на улице Карла Марца. Как раз таки вы говорили о том, что две новые трассы появятся. Да, вот эти они. Еще раз можете озвучить? Это улица Бакаева. Сейчас там ведутся работы пробивка. Какая дорога будет широкая? 9 метров. Ну, не широкая, а двухполосная дорога будет. Улица Бакаева от Льва Толстого до улицы Бекамбаева. И улица Харадаринская от улицы Медерова до улицы Льва Толстого. Прямой такой выход будет. Улица Харадаринская будет шире, там 15 метров ширина дороги составит. Основная цель появления новых дорог, когда вы пробиваете некоторые улицы, это сокращение пробок, да? Конечно. Какие еще планы у вас на ближайшее будущее по сокращению? Также помимо вот этих вышеперечисленных работ у нас еще планируется строительство трех мостов. Сейчас объявлен тендер. Мы три раза, по-моему, объявляли тендер. Никто не участвовал. И мы сейчас отправляем свои коммерческие предложения строительным компаниям о том, чтобы они построили эти мосты. Перечислю. Мы сейчас хотим три моста. Это первый мост на улице проспекта Джибигджулу. Это река Аламедин, над рекой Аламедин, получается. Это где восточный автовокзал, знаете? Да, да. Там вот дорога такая, Джибигджулы широкая идет и сужается, где мост. Потом обратно такая. Вот этот мост хотим расширить. Второй мост мы хотим на улице Ауэзова расширить. Это через канал ТЭЦ. Знаете, наверное, да? Чуть выше Лева Толстого. Там такая же проблема. Эфикар Лавина называется. И третий мост мы хотим с нуля построить. Это мост на улице Шукирова с выходом на улицу Медерова. Это примерно где? Где крепитесь? Зрителям, чтобы объяснить. Это улица Шукирова. Раньше она называлась Кропоткино, вы же знаете. И улица Медерова. Это получается между Юнусалиево и 7 апреля. Посередине появится мост, чтобы по улице Ахумбаева спуститься, через этот мост проехать. Потом дальше спуститься на улицу Харадаринская, которую мы сейчас реконструируем. И до улицы Лева Толстого выйти прямым маршрутом. Скажите, а что с проектом, который должны были финансировать Китайская Народная Республика? Вот по поводу транспортной разведки. Об этом расскажите. Также в настоящее время ведутся переговоры с китайской стороной. И параллельно ведется проектно-искательная работа о строительстве двух эстакадных мостов. Это на пересечении улицы Лева Толстого и Молодой Гвардии. И на пересечении улиц 7 апреля и Максима Горького. На этих пересечениях мы хотим построить эстакадный мост. Мы выбрали такие точки, где больше всего наблюдается скопление машин. И помимо Лева Толстого и Молодая Гвардия, пересечения, там, знаете, такой сложный участок. Там, где постоянно возникает потоп, да? Не постоянно, сейчас уже решили вопрос. Кстати, из-за чего возникал там потоп? Водоотвод там предусмотрен, но не на такое количество. И второе, это 7 апреля, пересечение Максима Горького, Анкара еще выше называется, там тоже хотим построить. Помимо этого, также за счет грантовых средств КНР сейчас ведутся переговоры на строительство двух эстакадных дополнительных мостов. Это на пересечении улицы Лева Толстого и Фучка. И улица, получается, Апсамат, Тамас Ильево и проспекта Манаса, Белинка, Магистраль, так скажем. Там тоже ведутся переговоры о выделении грантовых средств на строительство этих эстакадных мостов. А можете примерно озвучить сумму вот этих проектов? Сумма, так смотрите, 222 миллиона юаней на строительство двух первых эстакадных мостов. Это на Лева Толстого, Молодая Квартия и 7 апреля Горького. И второе, то, что я назвал, там 336 миллионов юаней. Это все грантовые средства. Это в суммах сколько было? В суммах, надо посчитать, примерно столько. И это все грантовые средства надо отметить в КНР. То есть сейчас это только на бумаге, да, это проект? Или уже как бы идет, ищите исполнители, скажем так, проводите тендер, готовите проект? По двум эстакадным мостам сейчас проектно-искательная работа уже ведется. Что значит проектно-искательная работа? Вот уже проектируется. То есть этот проект потом вы показываете грантодателям? Да. Да? Да, они утверждают, и начинается процесс. А кто будет выполнять строительную работу? Наши компании любили? Сейчас рано об этом говорить, потому что это все обсуждается дополнительно при подписании договора. Но, скорее всего, требования китайской стороны будет такой, что 50% сотрудников будет с их стороны, остальное с нашей. Это предположение пока. По поводу реконструкции, капитального ремонта дорог, опять вернемся к этой теме. Сколько денег было выделено из бюджета на строительство дороги? Дорог, да? Вот сейчас просто зрители бешкекчан, кыргызстанцев интересуют именно этот вопрос. Сколько денег выделили? Еще такой вопрос. Вот сказали, у нас нет проблем с рабочими. Мне просто интересно, месячная заработная плата одного рабочего, который работает? Так, на 2024 год в титульном списке, в общем, предусмотрено, закреплено 2 миллиарда 664 миллиона 776 тысяч сомов. Следующие виды работы, это вот на реабилитацию у нас выделено, на 6 улиц выделено 1 миллиард 633 миллиона 336 тысяч сомов. Это на реабилитацию. Также на реконструкцию улицы Карадаринская у нас выделено 336 миллионов. На пробивку улицы Бакаева у нас выделено 191 миллионов. И на строительство трех мостов, которые я ранее называл, выделено 303 миллиона 900 тысяч сомов. И 200 миллионов еще выделено на проектно-искательные работы, на выкупы и на снос деревьев и другие виды работы. Подготовительные. Да, 200 миллионов на эти виды работы выделено. Это все из бюджета? Да, сейчас идет освоение этих средств. Мне просто вот интересно, рабочие сколько получают в месяц при реконструкции? Мы же как заказчика выступаем. Вы не интересовались, да? Я не вот, не интересовался. Но я думаю, если в такую жару работают, то я думаю, хорошо они платят. Вы ранее говорили, что вам не выгодно, чтобы они ночью работали, потому что вдвойне придется платить, да? Нет, мы не платим. Мы заказчики, да. Да, мы заключаем договор с подрядной организацией, они уже сами нанимают рабочих. И подрядной организацией вам сказали, лучше ночью не будем работать? Нет, это общее требование. Есть режим покоя, есть время покоя, когда вот. А вот скажите, вот были случаи, когда на вновь вот этих отремонтированных дорогах возникали трещины, вот люди снимали это на ТикТок, в интернет выкладывали, что вот здесь трещина образовалась, здесь какая-то дыра образовалась, здесь забыли построить ирригационную сеть, помните, на Хумбаево. Эти вопросы как решили? Мы на все эти, как так скажу, жалобы, которые поступали из социальных сетей, мы отвечали. Мы им объясняли, там просто были недопонимания. И мы на все эти вопросы отвечали. По поводу качества я хочу ответить, что на месте работает дорожно-строительная лаборатория, которые прошли аккредитацию у ГОСТРОЯ. Помимо этого на месте закреплены сотрудники, получается, технического надзора, у которых имеется также сертификат от ГОСТРОЯ, которые проверяют каждый материал, прибывший на объект, проверяют их сертификат. После каждой выполненной работы они проверяют качество. Дорожная лаборатория также проверяет качество и дает добро на начало следующего вида работы. Поэтому контроль ведется постоянно и качество дорог гарантировано. Да, помимо этого, я же выше говорил, в течение трех лет, если появится какой-то дефект или нарушение, или какие-то замечания, то строительная компания, подрядная организация, они должны устранить это за свой счет. Независимо от причин, почему у нас есть дефекты. Или будут там создаваться комиссии, как у нас бывает всегда. Ну, если выявятся недостатки по Ирфине, то, конечно, они должны. А если я, допустим, пришел и просто раздолбал этот асфальт, то, конечно, они не обязаны. Должен тот виновник, кто это сделал, тот и восстановить. У меня еще такой вопрос. Когда вы начали реконструкцию, ремонт дорог, вы согласованы ли, проводилась работа с другими службами? Скажем так, теплосети, водоканал, те, кто поставляет электричество с этими организациями? Да, конечно, мы с прошлого года вели переговоры со всеми службами, несколько раз собирались, обсуждали. И вот хочу один момент вам просто сказать, что мы улицу Ахумбаева хотели от проспекта Чингзайтматова до улицы 7 апреля реабилитировать. Но сотрудники Бишкек Теплосеть сказали, что у них на этот год в планах поменять трубы на улице Ахумбаева от Жужкеева-Пудовкина до улицы Юнуса-Леева. То есть на этом отрезке у них в планах в этом году поменять трубы. Из-за этого нам пришлось сократить расстояние до улицы Жужкеева-Пудовкина. То есть изначально мы планируем до 7 апреля, но из-за таких работ, которые мы могли проложить асфальт, но толку, если они... Помните, бишкекчане, наверное, помнят, да, вот эту улицу Жужкееву, многострадальную улицу Жужкеева-Пудовкина, которая много лет не ремонтировалась. А в чем причины были? Там аварийные работы проводятся в настоящий момент со стороны Бишкек Теплосеть. И когда проводятся такие аварийные работы, мы не имеем права не выдать им ордер. То есть они... Бишкек Теплосеть, они тепло в дом как бы доставляют. Поэтому там случилась авария, да, и мы вынуждены были вскрыть этот асфальт. Ну, нужно проводить работу согласованно, да, с другими? Да, мы по этим 6 улицам согласовали со всеми службами, чтобы у них потом плановых никаких работ не появилось. Мы со всеми согласовали, где надо, мы сократили расстояние. И сейчас выполняем согласованным со всеми службами. А можете ли вы... Ну, я, конечно, нельзя же, конечно, гарантировать, да? Можете ли вы с уверенностью сказать, что после ремонта вот этих дорог не возникнут проблемы с трубами, с теплосетями и так далее, и не придется заново ремонтировать эти дороги? Ну, мы... Я же ранее сказал, что мы провели встречи со всеми службами, и они сказали, что не должно. Гарантировать никто, конечно, не может, но не должно. Ну, скажите, пожалуйста, в связи с ремонтом дорог в Бишкеке остро стоит проблема пробок. Сейчас вы можете обратиться к гражданам, как этот вопрос... А граждане могут вам с пониманием помочь решить? Хочу обратиться к гражданам, во-первых, поблагодарить их за то, что они относятся к нам с пониманием, потому что мы все видим, мы сами тоже передвигаемся по городу, и видим, что образуются заторы, пробки. Хочу их предупредить, что вот с 15-го еще начнутся дополнительно на трех улицах работы, и, возможно, будут еще больше пробок, ну, создадутся еще больше пробок, вот, и просим, как бы, немного потерпеть, зато у нас улицы будут сразу шесть улиц. Никогда такого не было, чтобы сразу шесть улиц центральных вот так вот капитальный ремонт провели. И я думаю, немного потерпеть, и все будет хорошо. Еще последний вопрос. А когда будут ремонтироваться улицы в новостройках, второстепенной улице, и, в частности, новостройках тоже? По таким вопросам я хотел бы... Ну, многие, наверное, тоже интересуются этим вопросом. По таким вопросам вы можете в муниципальную администрацию по месту проживания обратиться, потому что каждый год составляется титульный список на проведение капитального ремонта, реконструкции или строиться новой дороги. муниципальными администрациями. Можете туда обратиться, они рассмотрят ваш вопрос и, возможно, включат в этот список. А список большой у вас? Вы не в курсе? Список, ну, согласно, как бы выделенным, кстати, сам, конечно. Имеется в виду вот этот старый слой асфальта, вы же будете применять в других местах? Да, сейчас применяются, кстати. Вот я хотел, если есть время, скажу, что с улицы Байтик-Патыра и с улицы Ахумбаева вот фрезерованный асфальтобетон, он... Спасибо. Азамат Мурзай, извиняюсь, перевел, спасибо, мне подскажет, что время у нас... Я хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям, что сегодня мы говорили о капитальном ремонте дорог в Бишкеке с нашим уважаемым гостем Азаматом Усман-Алиевым, главным специалистом департамента транспорта и развития инфраструктуры города Бишкек. Я с вами прощаюсь, до встречи, будьте здоровы!